Помните, был такой популярный певец Ярослав Дронов на нашей эстраде, он же проект Шаман, так вот, похоже, заканчивается данный проект. В обозримом будущем, вероятно, Шаман канет в лету, во всяком случае, все к этому идет, как мне кажется, да и сам человек делает для этого все. Вот и накануне вокруг данной, как будто бы звезды, в очередной раз разгорелись нешуточные страсти, уверен. Многие о них уже наслышаны, да, я про ту самую историю, в которой Дронов объявил о регистрации товарного знака, я русский. Под этим брендом мужчина собирается продавать какие-то товары народного потребления, в том числе, что важно, водку. Вот только это тут же вызвало целую волну негодования, причем со всех сторон того. Например, вот что об этом по горячим следам написала Собчак, а мы прекрасно знаем, кто такая Ксения Анатольевна и в какую дуду дамочка дудит. Так вот, Собчак, цитата, Дронов, он же главный патриотический певец страны. Он же, смотрите, я развелся, вот мои документы, регистрирует марку водки, он собирается спаивать народ под свои песни. Такого русского видит Ярослав в угод семьи разведенного, торгующего алкоголем, где честь, где совесть, где национальная гордость. Да-да. Чуть позже девице подключилась тяжелая артиллерия в лице депутата Государственной Думы Милонова. Только если Собчак, то у нас якобы журналистка и даже оппозиционная журналистка. Милонов это человек системы. Депутат от Единой России на минуточку, по идее, он Дронова должен был бы поддержать, но нет. Парламентарий также обрушился с критикой на завязду или завяздуна, кому как больше нравится. «Петь я русский в облегающих лосинах не значит быть патриотом», заявил депутат издания Ньюсру. Да вот, пожалуйста, полная версия. «Петь я русский в облегающих лосинах не значит быть патриотом. Особенно, когда он еще пытается делать водку, которая является ядом для русского населения. То есть он пытается спаивать население, используя какие-то национальные слова. Запретить надо. Запретить». Месье Дрона, впрочем, намеков, видимо, не понял. Напротив, начал публично огрызаться и даже с присущей ему безголовостью обвинил журналистку и депутата в том, что они сами являются алкоголиками, потому им заберенились. Ага, почти так и написал у себя в телеге. «Никакой водкой спаивать Собчаки Милонова я не собираюсь, по-моему. Они и без меня с этим хорошо справляются». Но это не точно. Ну, в общем, ждем дальнейшего развития событий. Что-то мне подсказывает. Долго ждать не придется. Это реальная журналистика. А был ли мальчик, Тима, сегодняшнего выпуска? Поехали! Кто-то, конечно, сейчас может сказать, слушай, того шамана уже столько времени хоронят, а он все равно живее всех живых. Теперь вот и ты тут такой нарисовался, хрен сотрешь. Еще один Нострадамус. Тем не менее, возражу. Ребят, поймите правильно, я не пытаюсь что-то предсказывать, я пытаюсь анализировать те или иные процессы. Если хотите посмотреть на происходящее с этой стороны, с точки зрения банальной логики, то мы с вами увидим, что... А ведь это не первый громкий скандал, в который Дронов вляпался и откуда, скорее всего, выйдет. Если вообще выйдет, то в этот раз отнюдь не с гордо поднятой головой. О скандалах, однако, чуть позже. Начнем издалека. Итак, то, что шаман проект, и в первую очередь проект политический, сегодня не понимают только совсем неадекватные люди. Просто в какой-то момент понадобилось объединить россиян вокруг так называемой идеи русского мира. А кто бы это сделал? Особенно с учетом того, что 80% наших соотечественников ополитичны. То есть живут по принципу «я политикой не интересуюсь от слова совсем, ну вот кто?» Киселев, Симоньян, Соловьев, может быть. Еще мне нравится, вот знаете, вот такое... Да господи, они и свою-то небногочисленную аудиторию умудрились распугать, растерять. Не открою большого секрета, если скажу, что рейтинги зомбоящика последние несколько лет падают. И не только потому, что Соловьевы со Скобеевыми орут там, как потерпевшие с утра до вечера, это еще и естественный отбор, интернет наступает на хвост, а вот музыка, музыка, да. Музыка действительно способна объединить даже аполитичных людей. На нее и решили сделать ставку, но опять же на кого? Газманов, Расторгуев, Лепс. Так эти уже старикашки, молодежь явно не заинтересуют. К тому же у каждого старикана существуют не только поклонники, но и хейтеры. Шкелеты, а скелеты в шкафу, скажем так, не годится посему. Выбор остановили на никому неизвестном мальчике, который не успел еще нигде толком отметиться, тем более запачкаться. Все нормально, как говорится. Шоу Мазгон, и по традиции вы еще обо мне услышите. А дальше вы все знаете. Встанем, и я русский. И прочие громкие хиты вдруг посыпались, как из рога изобилия, в кратчайшие сроки. Причем над проектом Шаман работали лучшие российские продюсеры, авторы, имиджмейкеры. В него вваливались тонны денег, любые эфиры, лучшие концертные площадки и даже заслуженные народные артисты на подпевках или на разогреве. Не учли, впрочем, создатели проекта одной маленькой детали, что мальчик может поймать звезду, в смысле заболеть звездной болезнью, а он ею и заболел. В какой-то момент Дронов вдруг уверовал, что он сам всего добился, что все происходящее с ним, следствие его безграничных талантов и харизмы, а потом мальчик и вовсе решил, будто он первый после бога, ну или практически ровня великому кормщему, подозреваю. Это произошло в тот момент, когда мальчишку сделали еще и доверенным лицом царя на выборах. Чтобы было совсем понятно, вот он считал, если Владимир Владимирович у нас является лидером нации, то я, певец-шаман, назначаю себя как минимум ее кумиром. Смешно. У кого-то звездная болезнь возникает. Да я сам все решил, это меня народ любит, это я вот такой, это самое, великий. Ну а в итоге наш зазвездившийся мальчуган Ярослав начал, как сказать выше, а как сказал выше, валяпываться в различные скандалы и истории, сменявшие друг друга с завидным постоянством. Одними из первых на него неожиданно стали нападать, ну в кавычках нападать, представители ЗЭТ, общественности и коллеги по цеху из той же когорты с совершенно оправданными, на мой взгляд, претензиями, мол, если ты такой весь из себя патриот, почему до сих пор не съездил на фронт, не выступил там перед военнослужащими, как это делали многие, Дронов, впрочем, сперва долго отмалчивался, а потом как понес что-то невероятное, какой-то дичи жене, которая его не отпускала. Всем, к слову, только разозлил оппонентов, да и разочаровал часть своих поклонников. Есть артист по имени Шаман, который выпустил весьма удачный трек и сейчас кичится тем, что он чуть ли не главный патриот страны. Мы дважды за последнее время были в Херсоне и в Луганске, и дважды приглашали этого гражданина выступить с нами. Под любыми предлогами, включая идиотский, не отпустила жена, он с нами не поехал. Проводилось мероприятие на... Может, ему просто страшно, там все-таки действительно опасно, стреляют. Конечно, страшно. С женой, однако, Шаман позже и вовсе развелся. Это в год-то семьи, что, опять же, не очень хорошо сказалось на поддержание его имиджа, легенды, как образца российского патриота, человека, которому стоит подражать даже. Нет. Продолжаем. Помним мы скандальную историю с неожиданным перевоплощением певца, после которого, ну, перевоплощение, то есть, отдельные мои коллеги даже начали намекать на нечто вроде пропаганды нацизма и даже запрещенного экстремистского ЛГБТ. Семен Семенович, ну что вы? Что еще? Ну, затем случились скандалы, например, с гонорарами. Такое тоже было, и это тоже шокировало многих россиян, но шутка ли выяснилась, что молодое дарование просит за одно выступление 16, да что там 16, даже 40 миллионов рублей за одно выступление, ничего себе. В тот момент, когда вся страна находится под санкциями, когда нас всех чуть ли не ежедневно призывают перейти в режим жесткой экономии, потому что, ну, время сейчас непростое. Родные мои, понимаю, как вам нелетко, но сейчас нужно еще потерпеть. И, к слову, на днях выяснилось, что часть гонорара за выступление в Оренбурге, ну, ту, что певец обещал перечислить пострадавшим от паводков жителям региона, помните, да? Было такое минувшей весной. Так вот, этих денег артист-шаман никому так и не перечислил. Ага. Не прошло пары дней, как человек в новую аховую историю врюхался. Я русский, оно теперь только мое, и вообще пошел я товарный знак регистрировать по этому поводу. Откуп, блин, буду продавать. А есть ли белье у тебя? Нет, отсутствует. Не совсем понимаю, как бы, концепцию нижнего белья, для чего оно нужно, поэтому я не ношу нижнее белье. Знаете, если суммировать все вот эти факторы, да учеясь заодно, что новая испеченная звездюля еще целую кучу проблем может насоздавать, мне кажется, что автором вот этого проекта, проекта Шамар, а Шаман, проще закрыть его к чертовой матери, тронова вернуть туда, откуда его взяли. К тому же, ну проект-то действительно, ведь себя и сжил не так. Ни одного нового громкого хита почти за два последних года, старые понятно, уже людям приелись, а новых-то нет, так действительно бывает. Даже самые популярные песни однажды перестают быть популярными. Давайте мы начнем к тому, что, да, на самом деле, это человек, которым управляет Матвиенко. Человек, который на сегодняшний момент как такая, знаете, как такой агрегат для заработок денег. У нас обесценивается что? Звание заслуженный артист? У нас обесцениваются остальные все звания? Слушайте, несколько лет крутить две песни встанем? Ну, слушайте, давайте я ее спою. Не надо! Дядя, не надо! Плюс народ, как показала практика, не очень-то спешит на концерты данного артиста, когда за деньги. На протяжении нескольких недель лента новостей буквально пестрит заголовками. Выступления шамана в разных городах страны отменены по причине непроданных билетов. Ну, правильно. Это ведь не стадион бюджетников бесплатно нагнать и самоутверждаться за их счет. Когда по билетам человек рублем голосует. Ну, вот и проголосовали. Билеты не продаются. Правда, вот интерес он больше не вызывает даже у глубинного народа. Поэтому концерты его часто отменяют. Ну, потому что в городах не собираются залы. Этот персонаж популярен исключительно по конкретным причинам. Будь другое время в стране, его бы давно уже забыли, как забывали других исполнителей одной песни. Еще один немаловажный фактор. Часть аудитории, преимущественно молодежная, на которую изначально ставили, артист и вовсе потерял. После блокировки его аккаунтов в популярных соцсетях, в том же Ютьюбе, например, можно сейчас сколько угодно кричать, да все, а что на этом Ютьюбе свет клином сошелся, что ли? Что все про него говорят? Хорошо. Давайте обратим свои взоры на страничку Ярослава в российском аналоге данной сети в Рутуб. Вот она, ух ты, 30 тысяч подписчиков. Число просмотров на роликах 3 тысячи, 5, 7, 10, ну сами все видите. ВК и в Телеграм, впрочем, картины немного повеселее, однако, если учесть, сколько в данный проект было вложено не только денег, но и административного ресурса, то согласитесь, ну не серьезно это все. Что за трафик вообще для главного патриота в стране? Ну не серьезно. Острая тема. Поэтому еще раз, да я просто уверен, что зазвездившийся артист уже надоел своим кукловодам, от него правда проще и дешевле избавиться посему, скорее всего, очень скоро. Дронов тупо исчезнет из публичного пространства. Возможно, поменяют на кого-то, но это уже не важно, это уже совсем другая история, а вообще, закончить сегодняшнюю программу хотелось бы исчерпывающей. Цитата и бывшей артистки, режиссера и писательницы Светланы Мирцаловой. Наслаждайтесь. Мир шоу-бизнеса жесток, но шоу должно продолжаться. Если одна из марионеток сломалась, ее тут же заменят другой. Все, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока.